В посольстве США в Мандриде обнаружена посылка со взрывным устройством. Полиция оцепила территорию депмиссии. Пакет со взрывчаткой обезвредили, пострадавших нет. Это уже шестой подобный случай за последние дни. Сегодня утром служба безопасности Минобороны Испании перехватила конверт со взрывчаткой на имя главы ведомства Маргариты Роблес. Как сообщает газета El Mundo, пакеты с зажигательным устройством были также отправлены премьер-министру Испании Педро Санчесу в спутниковый центр авиабазы Терехон-де-Ардос, который передает информацию Украине. Накануне конверт со взрывчаткой доставили посольство Украины в Мадриде. Он был адресован к главе депмиссии Сергею Погорельцеву. Взрывное устройство сработало в руках коменданта посольства. Он получил легкое ранение. Еще один пакет с бомбой получил офис компании Инсталаса в Сарагосе, которая в том числе поставляет оружие Киеву. Министерство внутренних дел Испании приказало усилить меры безопасности в депмиссиях на территориях страны и в других учреждениях, требующих особой защиты. У этих конвертов схожие характеристики, они коричневого цвета. Говоря об их происхождении, я должен отметить, что мы находимся на ранней стадии расследования. Но действительно есть признаки, указывающие на то, что они были отправлены с территории самой Испании. Мы находимся на начальной стадии расследования и было бы рискованно говорить о деталях и о том, проходят ли похожие процедуры в других европейских государствах, которые предоставляли помощь Украине. Мы должны быть осторожны в том, что мы делаем. Украинский посол Сергей Погорельца в интервью испанскому телевидению предположил, что ответственной за взрывоопасные посылки может быть Москва. Посольство России в Испании в свою очередь заявило, что осуждает любые угрозы и теракты, в особенности, направленные против депмиссий. А к нам из Мадрида присоединяется журналист Елена Шестернина. Елена, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какая сейчас обстановка в городе? Вот шесть взрывчаток, это все-таки далеко не обыденно. Вот на улицах нет ли какой-то паники или там усиленная охрана? Что происходит? Ну, смотрите, сегодня все-таки вокруг американского посольства было оцепление, потому что сегодня там нашли подозрительный вот этот пакет. Учитывая, что американское посольство занимает большую территорию, и оно находится достаточно близко от центра и выходит сразу на несколько улиц, то вот этот район был оцеплен в течение нескольких часов в целях безопасности. Надо сказать, что испанские власти уже заявили, что они не будут повышать уровень террористической угрозы, но дело в том, что уровень террористической угрозы сейчас четвертый из пяти возможных, а пятый — это уже когда происходят теракты. И он был введен еще в 2015 году. Поэтому каждый раз, когда происходят какие-то вот, ну, скажем, аналогичные инциденты, конечно, такого еще не было, да, чтобы именно вот с пиротехническими материалами распространялись конверты, посылки. Но, тем не менее, каждый раз испанские власти не повышают вот этот четвертый уровень, потому что он так максимально высокий. И, как вы правильно сказали, действительно было принято решение усилить охрану меры безопасности в государственных учреждениях, на военных объектах, также дипломатических миссий, консульств, посольств. Ну, это вот такие меры были предприняты в последнее время. Мне кажется, что взрывчатка в конвертах выглядит, знаете, весьма символично, что ли, необычно, по крайней мере. У испанских служб безопасности есть предположения, для кого эти послания предназначались? Ну, смотрите, во-первых, они не совсем в конвертах, то есть, наверное, по-русски это было бы правильнее назвать бандероль, то есть внутри некого большого конверта находится еще и коробка деревянная. Для кого они предназначались? Это, собственно говоря, те учреждения, да, скажем так, которые тем или иным образом, судя по всему, косвенно связаны с позицией Испании по Украине. Министерство обороны, Манкло, собственно говоря, резиденция премьера, это Турайхон-де-Ардос, военная база, где находится спутниковый центр, откуда передается, в том числе, информация по спутниковой информации разведслужбам украинским. И также вот в Сарагосе как раз компания, которая производит гранатометы, которые опять-таки выставляют в Украину. Сейчас сложно, конечно, говорить, кто за этим стоит, но по предварительной версии все-таки это отдельный человек, то, о чем говорят МВД, то есть это не является некая группировка, поскольку посылки очень похожи, поскольку это даже не взрывчатка, это пиротехнические материалы, то есть взрыва как такового при открытии не происходит, происходит некое воспламенение. И они также с силой безопасности исходят по тому, как оформлен конвейер, то есть все написано одним почерком, поэтому они считают, что это некий отдельный человек. Судья национального суда начал предварительное расследование, и, судя по всему, все-таки будет рассматриваться версия терроризма как предварительно официальная, скажем так. Спасибо. Журналист Елена Шестернина была с нами на связи из Мадрида.